Кому оно вообще просто необходимо поставить в его баню? Да это вообще не страшно для парного и моечного помещения. Вправо, влево, куда нужно, туда его и направили. Температура у нас повышается, влажность у нас остается такая же. А когда нам нужно создать акценты, мы уже туда начинаем наваливать саму каменку. Ах, руки замерзли, воды наливал. Ну ладно. Всем привет, с вами канал Живая Русская Баня. Меня зовут Владимир Ефремов. Я вам обещал отдельное видео по ППШ. Вот сегодня мы сделаем отдельное видео по ППШ. Зачем оно вообще нужно? Для каких целей я его поставил в Ефремовскую баню? Кому оно вообще просто необходимо поставить в его баню? Прямо вот сегодня подробненько разберем со временем. Посмотрим температуры, посмотрим, что ППШ будет делать. И как вообще мы им будем пользоваться. Вот у нас сейчас градусник от 10 градусов. Вот сюда, вот на камеру, на РОО. Градусник от 10 градусов, но у нас в бане 0. Ну на улице у нас тоже сегодня 0. Баня эта не топилась уже около недели. 0. И влажность у нас здесь, кстати, 62%. Вот если мы сейчас на сухую начнем топить баню, на сухую, это в смысле и здесь воду мы лить не будем, в каменку мы поддавать не будем. Просто заложим дрова, откроем крышку у печи, ну у каменки и начнем жечь дрова. Будем жечь, жечь, жечь. Влажности же здесь не повысится. Она будет только идти на убыль, на убыль, на убыль, на убыль. И чем дольше мы будем печку топить, тем выше здесь будет подниматься температура. Особенно с открытой дверкой, когда у нас идет конвекция. И меньше здесь будет становиться влажность. Там влажность мы можем вообще опустить до 15, допустим, процентов. Когда здесь будет, допустим, 100 градусов. Кому это нужно? Мне это просто не нужно. И для этих целей, для того, чтобы нам не открывать дверку у каменки и не прогревать парное помещение конвекции с сухим вот этим вот воздухом. А для того, чтобы у нас был режим нормальной русской бани. Для того, чтобы мы когда сюда в парное помещение пришли, и у нас уже бам, баня готова. Чтобы мы не прибегали сюда и стены водой не поливали. Чтобы мы не прибегали сюда и воду в каменку не поливали, тем самым остужая ее. Чтобы мы с открытой дверкой каменки и печку не топили. Потому что, когда у нас проходят конвекционные потоки, у нас каменка будет охлаждаться. А мы будем использовать энергию, которая у нас все равно вылетает в космос. В трубу. Вот у нас на трубе ППШ и стоит. И сейчас буду подробно все показывать. Начнем от поджигания дров. И посмотрим, через какой промежуток времени у нас вот отсюда уже начнет выходить пар. Потом, за какой промежуток времени у нас баня прогреется до 50-60 градусов. Кто мне не верит, попробуйте сходить в баню при 60 градусах и 60% влажности. Вы упадете просто. Многие пишут в комментариях 60, как сотка должна быть. Да не вопрос, кто хочет, тот и сотку сделает. Но при 60 на фестивале столевары падали на пол. И прям эвакуировались с полка и выползали из бани. Потому что это вообще очень жестко. Тянуть больше не буду. Пошлите дрова растапливать и смотреть, что у нас как будет. И покажу. Это будет еще такая инструкция по пользованию ППШ в Ефремовской бане. Так что пойдемте дрова разжигать. Все, я около топки. Дрова я уже заложил. И мы по времени прям будем смотреть, что нам будет выдавать ППШ. Время 13 часов 31 минута. 13 часов 31 минута. Пускай 13.35 будет. Потому что пока у меня сейчас там береста разгорится. Все, 13.35 мы разжигаем печку. И смотрим, что у нас будет уже в 13.45. Через 10 минут от того, как я разжег. Ребят, у нас прошло 10 минут. Вот время 13.45. На данный момент ничего пока не происходит. Чтобы вы понимали, смотрите. У нас вот здесь вот залита вода. Вот в этом вот бачке. И она по методу соединяющихся сосудов одинаково стоит в самом ППШ. В ППШ вода, чтобы что-то начало происходить, должна закипеть. Дальше по каналам перегревается, перегревается, перегревается. И отсюда уже начинает выходить перегретый пар, который поджигает спичку. Есть видео, где я показывал, как эта спичка загорается. Пока, вот я руку, видите, ставлю. Никакой пар отсюда еще не выходит. Если бы выходил, я бы уже ошпарился. И здесь вода еще даже не закипела. Вот я руки держу. Получается, у нас сейчас что будет происходить? Банный корреспондент немножко про это писал, но не раскрыл тему. На данный момент у нас парное помещение холодное. Если мы сейчас сразу же много нагоним сюда пара, то у нас он начнет конденсироваться на всех поверхностях. В принципе, это не страшно для... Да, это вообще не страшно для парного и моечного помещения, потому что мы его сейчас будем прогревать целиком. И даже если у нас сейчас на досках образуется конденсат, то при повышении температуры он начнет сразу же испаряться. Это всегда происходит, даже когда у меня стояла скоропарка, печка, там также везде образуется сначала конденсат, потом он просыхает. Это как если бы мы заходили и поливали стены водой для увеличения влажности. Но для того, чтобы нагреть немного парное помещение, чтобы у нас здесь не образовывался конденсат, мы первоначально откроем дверку каменки и конвекционным воздухом нагоним здесь немного температуру. Дальше у нас парное помещение будет прогреваться с помощью паровоздушной смеси. Как только начнутся какие-то изменения, мы опять сразу же включимся. Вот здесь вот уже тепленько стало. Все, ждем. Так, ребят, прошло у нас, получается, 27 минут. Первый пар из ППШ пошел через 13 минут от того, как я зажег дрова. На данный момент у нас выход конвекционного воздуха из каменки 76 градусов. Вот видите, 76 градусов, и вот у меня лежит термопара. Выход воздуха отсюда, конвекционного, который у нас помещение греет, 76 градусов. Выход пара вот из этого патрубка 174 градуса. Это температура пара. Мы его специально делаем не жестко закрепленный, а вот так вот его можно направлять вправо, влево, куда нужно, туда его и направили. Вот температура у него 176 градусов, конвекционный воздух уже 80 градусов показывает. За эти 25 минут, 27 минут у нас температура с нуля градусов в бане поднялась до, ну, примерно 17 градусов. В парном помещении у нас уже вырабатывается паровоздушная смесь, но нигде никакого конденсата, вот на потолках, посмотрите, видите, нигде никакого конденсата совсем нигде нету. Доски абсолютно сухие. У нас пока насыщается парное помещение влажностью. И у нас влажность не стала падать, а она у нас как была, 62-63, вот она у нас также и есть, 62-63. И о чем говорил Андрей, банный корреспондент? О том, что прогреть комнату отдыха паровоздушной смесью, которая у нас образуется в парной в мойке, нельзя, потому что там он начнет конденсировать, там печка сейчас его не нагревает. В комнате отдыха, да даже если бы у нас пропыша не стояла, в комнате отдыха в Ефремовской бане обязательно должна стоять батарея. Либо это инфракрасный какой-то обогреватель, либо это масляный обогреватель, но обязательно какой-то дополнительный источник тепла там должен быть, потому что печка, ну она не способна прогреть всю баню. Печка предназначена для парного помещения и мойки, но это гроза 18-ая. Хотя в садке строили баню, там человек печкой PB03ZK прогревает всю баню, а баня там вообще огромная. Вот эта вот дверь получается, вход у нас с террасы в саму баню. В следующем коридоре, который у нас здесь получился, это у нас уже даже не коридор, а раздевалка. Сюда у нас приходит утепленная опять же дверь. Покупались, кстати, обычные двери, сосновые на клин, вот она сосновая дверь на клин. Дальше оббивалась брусочком, вовнутрь закладывался утеплитель и обшивали все необрезной липовой доской. Вот она у нас комната отдыха. Большая комната отдыха, только с одной дверью. И сделан вот такой вот большой портал под печь. Печь также специально приподнята, каналы вниз все уходят нормально, она затягивает воздух снизу. Но она приподнята для того, чтобы сама вот эта вот топка находилась не внизу, ее не с колен топить, а чтобы она выглядела уже вот таким вот камином. И теперь переходим к самому интересному, к мойке и парной. Там нам есть что вам показать. Длина его получается 2,40, ширина у него 2 метра. Вот в этом вот месте, вот в этом вот углу заказчик хочет сделать сливное ведро, ну чтобы под ведром можно было споласкиваться. И еще душ. И наша парная, в принципе, достаточно такая наша гордость. Вот здесь вот у нас установлена печка. Печка Гефест, чугунная. И установили наши знаменитые, многие их знают, дверки. Что это за дверки? Очень важный момент, как прогреть комнату отдыха. Вот эти вот дверки у нас заходят в комнату парной. И вот здесь вот еще дальше, если вы посмотрите, у нас установлен обычный дешевый форточный вентилятор. Стоимость у него 500 рублей всего лишь. И с парной, практически как фен от печки, сразу же начинает горячий воздух заходить в комнату отдыха. И в комнате отдыха становится комфортно. Включили вентилятор, воздух зашел в парную, и с парной горячий воздух вышел к вам в комнату отдыха. Так, мы будем сейчас дальше наблюдать, все вам показывать. Примерно минут через 20 я закрою каменку, чтобы у нас начинал нагреваться заряд и не было конвекционного воздуха. И посмотрим, какая температура будет выходить пара с ППШ. Получается, ну, примерно через 40-50 минут от начала топки бани. Все, ждем дальше. Вот сейчас прошло 45 минут. И если бы я просто для себя топил баню, я бы как раз в нее пришел сейчас второй раз. Вот я сейчас зашел в нее, два полежка подкинул еще в печку. Вот один раз, как изначально заложил, она горела. И вот через 45 минут я пришел, еще два, ну, примерно вот таких вот полежка закинул в печку. И что у нас на данный момент в парном помещении? Выход воздуха конвекционного у нас 121 градус. Все, я отсюда термопару убираю и каменку закрываю. Нам не нужен больше выход вот этого вот горячего воздуха из каменки. Температура в парном помещении 30 градусов, влажность 60%. Температура у нас повышается, влажность у нас остается такая же. Немножко она опустилась, но влажность у нас остается такая же. Если бы у нас не было ППШ, то у нас бы влажность упала. Дальше, температура выхода пара 220, ну, почти 229 градусов. Я не совсем уверен, что у меня точно показывает вот эта термопара, потому что она длинная и она как бы принимает температуру всей длиной. А я ее только вот так вот частично погружаю в выход самого пара. Но у меня есть спички, и мы сейчас попробуем поджечь спичку с помощью пара. Посмотрим, подождется или нет. Тоже не знаю, на какой температуре спичка поджигается от выхода пара, но мы сейчас попробуем ее поджечь. Смотрите, и дерево подгорело на спичке. Не знаю, камера сейчас сфокусирует или нет. И сама спичка загорелась. Не знаю, у меня по ощущениям там температура выхода пара вот отсюда сейчас в районе 300 градусов. Прошло 45 минут. Посмотрим, за какое время у нас сейчас нагреется парная. Какая здесь будет температура, какая здесь будет влажность. Ну, ориентировочно через полтора часа после того, как мы зажгли дрова. Обычно мы идем в баню где-то часа через полтора после того, как начинаем ее растапливать. Вот и проверим, сколько здесь будет через полтора часа. Вот, ребята, смотрите, у нас прошел 1 час 35 минут, и сейчас бы я пошел в баню париться. Я ни разу еще не поддавал влажность. Если бы я не поддавал совсем и не было бы ППШ, влажность была бы у нас здесь уже в районе 25%. Температура на данный момент 50 градусов. Это за полтора часа топки бани. Как только дрова зажег, даже они еще не разгорелись, а вот как только дрова зажег, полтора часа прошло. Влажность у нас 48%. Но он наверняка обманывает еще в чем-то. Я специально положил термопару на полок и на пол. У нас на полке 45 градусов, на полу 30 градусов. И это я еще не размахивал, не опускал и пар, и жар вниз под полок. Я сейчас размахаю, здесь такая средняя температура по всей бане станет в районе 50 градусов. Но ППШ нам сейчас просто удерживала влажность. А для того, чтобы нам париться, вот если бы я зашел, и мне нужно было здесь создать влажность, я бы уже начал ковши накидывать. Но мне не нужно здесь влажность создавать, потому что она здесь и так уже держится. А для того, чтобы здесь полежать, погреться, нам нужно сейчас увеличить влажность. Для этого я открываю каменку, которая была закрыта и накапливала тепло. А так бы мне пришлось каменку держать открытой, чтобы здесь жаром нагонялось. И закидываю 3 ковшика воды по 200 грамм. 3 ковшика по 200 грамм, это 600 грамм воды. Ну и как я люблю говорить так, херак! И смотрим, что у нас начинает происходить с температурой и влажностью. Смотрите, температура 55 уже. Здесь прям вот сверху, прям так достаточно прижимать начало голову. 55 почти температура и 52% влажность. И вот сейчас бы я размахал вениками и спокойненько минут 20 полежал, потомился на полке. И у меня бы ППШ держало вот эту вот температуру и влажность. Потому что я ее создал, дерево уже напитано влажностью от ППШ. Оно себя сейчас больше не начинает принимать. Оно будет мне вот эту температуру удерживать. И вот первый заход для того, чтобы организм просто подготовился для парения. Потому что к парению нужно готовиться такими ступеньками. Зашли, нагрелись, чуть-чуть остыли. Зашли, нагрелись, чуть-чуть остыли. Зашли, нагрелись, чуть-чуть остыли. Вообще в идеале 7 раз в парное помещение заходить. И вот я бы зашел и сейчас здесь минут 20 бы полежал, просто потомился вот в этой вот температуре. А пахалом бы помахал. Просто погрелся и подготовил организм. Мне вот в такой температуре, с такой влажностью, здесь достаточно жарко, кто любит в сотке, вы просто влажность не смотрите, у вас влажность очень низкая, полежать, погреться, потомиться, вообще самое обалденное, потом бы я сюда зашел, уже с вениками, допустим, сына бы завел, на полок положил, и еще бы накатил, ну, 3-4 ковшика, у меня бы влажность опять удерживалась в районе 52, и мне ее надо еще выше поднять, температуру выше поднять, чтобы пропарить уже человека, и я опять накатываю ковшик от 3, я не делаю для поддержания влажности, мне поддержание влажности ППШ делает, а для поддержания, для увеличения влажности, я опять в каменку накидываю, трех ковшей по 200, более чем достаточно. Все, и каменку закрыл, и каменка у нас продолжает восстанавливаться, здесь прям такой, вот прям чувствую руками, прям такой плотный пирог пара встал, вот прям вот до руки, ладошку уже прижигает, вот такой вот пирог паровой встал, опять его, допустим, апохалом, либо веничками на человека мягко положил, и уже начал парить, и вот в этой температуре уже хорошо можно пропариться, температура у меня сейчас уже 56, влажность в районе 54, и это был бы как раз второй заход, как мы бы во второй заход попарились, погрелись, но парное помещение все больше и больше нагревается, человек больше и больше нагревается, ему нужно еще, и либо бы под конец второго захода, либо уже на третий заход, еще ковшика 3-4 воды, чтобы прям так с акцентами, особенно я люблю ноги пропарить, чтобы ноги прям гореть начали, на полке лежишь, ноги наверх поднял, и ноги пропарить, и еще 4 ковшечка, я не поддаю для поддержания влажности, я поддаю только для увеличения температуры, увеличения влажности, я вот сейчас, кстати, не давал совсем каменки восстанавливаться, но она у меня и не просажена, из-за того, что я не поддавал для удержания влажности, вот, я все, в принципе, уже наверху даже находиться не могу, температура 60, влажность 55, мне вот здесь вот уже руки жгет, поэтому присяду с вашего разрешения, я говорил, что скажу, кому необходимо ППШ, она необходима на самодельных печках, типа буржуйки, которые в бане стоят, которые очень сильно пересушивают воздух, обязательно надо поставить ППШ, чтобы ППШ поддерживало влажностный режим, и не давало так уходить в сауну, кому рекомендован ППШ, у вас стоит хорошая печка с закрытой каменкой, и для того, чтобы постоянно не бегать на стены, воду не поливать, не поддавать, для того, чтобы здесь влажность создавалась, ставите ППШ, и эта ППШ удерживает влажность, ту, которую вам нужно, если многовато поддали, открыли форточку, скинули лишнюю влажность, лишнюю температуру, закрыли форточку, и опять держите в той температуре, в той влажности, какую вам нужна, Она прям очень легко удерживает вот эту вот температуру и влажность Поэтому мы сюда и ставим ППШ Печка теплоаккумулирующая, она в себе заряд создала Мы мягко греемся вот от этого тепла, который от камня исходит Вот он вообще очень приятный, он не такой, как от металла Он очень приятное такое тепло, как от русской кирпичной печи, как у бабушки на печке Вот греешься, здесь такое же мягкое тепло идет Мы поставили ППШ и лишний раз не открываем крышку, не поддаем, не выстужаем саму каменку А когда нам нужно создать акценты, мы уже туда начинаем наваливать саму каменку Чем меньше мы туда поддавали, так как у нас работала ППШ, тем меньше мы дров спалили Нам же, если мы туда поддаем, нам нужно восстанавливать температуру Это не большая печка ПБ-03, которая полтора часа топишь и потом два часа паришься Эта печка гроза, 18-я, здесь нету такого огромного аккумулятора тепла Ну, тонну весит, а это, по-моему, около 400 килограмм весит Вот для этого и создан ППШ, для этого он нужен, для этого мы его здесь и ставим В магазинах, по-моему, еще нигде ППШ нету Первая партия, какую изготовили, я ее себе забрал У меня еще есть, кому нужно, могу отправить Сам ППШ стоит 4900, а вот этот вот водяной выносной бак Вместе с гофротрубой и с муфтами, по-моему, около 1000 рублей У меня еще несколько штук есть, которые не использованы Кому нужно, могу продать, отправить Но вообще, я их сейчас купил себе, вот как раз под Ефремовские бани Так что, ребят, видео было полезно Палец вверх ставим, на канал подписываемся Здесь, кстати, сейчас такой аромат пошел, этой Как он называется-то? О, Артем мне подсказывает Запах аромат эвкалипта пошел, потому что Влажность, пар до него дошла Обалденный, он у меня просто на подоконнике лежит Так что, палец вверх ставим, на канал подписываемся И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok